Как выжить в колымских экстремальных условиях? Лекцию и практическое занятие на эту тему провели для студентов политехнического техникума. Диана Дегинцева учится на третьем курсе на геолога. Девушка рассказывает, что хочет связать свою жизнь с этой профессией, потому что в Магадане это востребовано и выгодно. Студентка отмечает, ей нужно знать, что делать, если она окажется в такой непростой ситуации. Нас учат выживание в наших суровых условиях в Магаданской области, если мы когда-нибудь окажемся в непогоду, в какую-нибудь метель, где не будет близко цивилизации, мы сможем выпилить блоки из снега и построить иглу. Любые знания – это хорошо, и надеюсь, я в таких условиях не окажусь, но если что, я буду готова. Как построить иглу – жилище из снега, чтобы укрыться в нем от ветров и мороза? По словам специалистов, идеальный материал для этого – глубокий и плотный снег. Нужно выпиливать прямоугольные блоки именно из него. Как изготовить жилище? Ну, это иглу называется, из снега или, ну, если лед, то есть на реке, можно, конечно, изо льда, но изо льда тяжело даже добывать, потому что лед, как правило, он очень находится на границе с водой, его очень непросто вытаскивать. Нечто похожее на иглу. Мы даже уложили там настил, потому что можно было нам там потеплее находиться на снегу. Ну, вообще его надо выкладывать нам побольше. Состыковывая соседние блоки нижнего ряда, нужно провести между ними ручной пилой. Так их можно выровнять, чтобы снежные кирпичи лучше прилегали друг к другу. Студенты-геологи справились с поставленной задачей. Они не только построили иглу, но и утеплили его изнутри.